...принято решение о проведении специальной военной операции. Как вас зовут? Я Абрамова Ирина Владимировна. Сколько вам лет? 48 лет. Меня Вадим зовут. А что, что случилось? 5 марта, утром, мы сидели дома. У нас дом на три половины. Мы сидели в этой половине и слышим взрыв. Нашу половину взорвали. Потом стрельба по окнам. «Виходите». «Олен, вы шел, вы стреляете тут в мир». «Руки». Он и отец руки вот так. Я за ними следом вышла. Почему вы прячетесь? Я говорю, нам страшно, вы стреляете. Абрамова Ирина Владимировна. «Абрамова Ирина Владимировна. Абрамова Ирина Владимировна. Абрамова Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. ЗачинаEs от света». «Ух, те награды будут также сплевать tutaj, в польце». Мам надежда, что на świeце тоже. «И на świeце тоже». Показали уже fragment tego filmу, но напоминай, чем была и когда разограла się эта tragedя. «Буча» – это такой символ окружающей также. когда Россия под конец этого марта-квитрия оккупали территорию под Киевом. Розыграли там страдочные сцены, потому что они там оказывали страшных мертвых, экзекуций на людях, гвалтов, также на женщинах, на детях. Низчали, палили домы, будинки ужиточности публичности. Все это оказывало, конечно, люди балли себя выходить на улицу. Чи, которые выходили, очень часто гиняли, преважно ховали себя в пивницах, но когда Росси уже опустили те террины, в многих людей оказалось, что лежат в масовых гробах или просто где-то на подвёрках расстреланных. Буча была таким najbardziej wymownым местом, потому что находилось там несколько сотен чел, которые лежали, но также из-за того, что была так через Украинцев наглошнена. А много людей, мы знаем те образки из телевизии, из медиев интернетовых, когда много знаний там поезжало, чтобы отдать холд этим цивильным оферам, потому что это важно, что там гиняло множество цивили. Уявление этих событий, это был шок абсолютный. То есть, от начала видели мы, до чего здолися Росиане, которые нагленно в 2022 году нападают своего сонсиада и в такой способ, в который нам не выражали, что еще есть возможный в таких временах, но между ними эта tragedя в Буче была таким абсолютным шоком. То есть, показала способ walkи абсолютно bestialsки. Когда ты снялилася в Буче? Я снялилася в Буче прежде всего по... Я снялилася там прежде всего по року от этой трагедии. Не была бы в состоянии поезжать там раньше, с разных взглядов, особенно родственных. Но это тоже свое... Этот час позволил тоже сделать такую перспективу, какой-то дистанции. Так, потому что когда Росиане вышли из Буче и снялили там медиа с целого света, то верьте, как это функционирует. Это есть какой-то, скажем, что это, скажем, какого-то зо, которое там нагленно с камерами окопует этих людей, людей в шоку, которые удаляют куртво выwiadу в kolejным медиум, с цепиани и так далее. Оповидало тоже о том wielu polskих reporterов. Памятам такие слова Павла Решки, о том, как вот здесь решили выбрать на богатерку своего reportажу Маргарита, по то, чтобы не скупить себя на одной особе. И я тоже вздействовала, чтобы это был такой фильм оповедзиный с перспективы часу, когда уже такой курс этих newsов опада и ци люди остаются с тем самим. Уже выехали стампом практически практически все медиа, когда мы были в вечер вигилии, в церкви, такой најслннейшей, в которой были масовые гробы, то там раптом появилось, не знаю, может двух фото-репортеров, с чего один местовый. А так то уже не было медиум. И мы разговали с теми людьми, вот здесь уже ведом, что они с тем самим. И вот такая большая важность фильму, которую я вытянула для себя, то есть по-просто, то с тем люди, которые с тобой с теми годзу поразмахать. Уже właściwie от почтоку. Увели, что это фильм о том. Это о людях, которые говорят о своей страче. Барду рожной страче, так? Бо я цело тут показала несколько историй. Мамы женщину, которая есть в жауобе. По страче своего мэша. Укоханего мэша, ойца, который не может обналесть цела своего сына. Мамы трагичную помылку тоже связанную с целем и показано то, как очень большим замешанем есть война и chaosом, и какие из этого с тем konseквенции для обычных людей. Бо цело тут этот титул 601, который всказывает на личбе, но он есть такой парадоксалный, потому что для нас, это с целью, даже для украинских 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 это только личбе. По-моему, это была одна офиара, которая погибла в войне, которую нужно идентификовать. Помылка, трудно. Для этих людей, которые в этом участвуют, это индивидуальные трагедии этих родин. И для них действительно это означает, кто крыет под этим номером 601. И мы в конце тоже вырвы в локальной społeczности, которую творит подач Андрия Шипило, хористый, который wcześniej, перед войной, именно маржал о zrobении карьеры музычной. Война прервала маржения невинного молодого человека, в сумме нашего, менее, рувещника, который ничего такого не сделал, по-за тем, что снялся на улице, на которой стаконовали Росжане. И мешка там со своей родиной. И мы тоже богатерка. Я за много может раздражаю этой фабуы, но те эмоции не до подробления. И так warto объявить этот фильм, поэтому эта фабула myślę, что здесь есть... Мысли, что действительно, потому что приходит о те эмоции, которыми делятся эти люди, а равномочесно та świadomoсть и то есть тоже огромная важность этого материала, что мы о той истории, которой в сервисах информационных приглядываемся codзенне, это нам очень близко. И когда слышим о licзбах, когда слышим о licзбе osób забитых, то всегда всегда война działa так, что как opinия publicная себя до этого привычажаем. То значит, что сегодня гинут kolejни люди, о чем часто то есть сила речи так, что запоминами. Ты тем часом идешь до этих людей, их близких и с ними разговариваешь и в огромной мере скучаешься на таких показания их обычного, незвыклего жизни. Мам такое почувствие, что это нам немного показывает что-то очень brutalное, что-то так, что-то могли бы быть мы. Так, потому де-факто война до этого себя спроводзает. Та tragedия это именно это джинное жизнь. Это такие проблемы на страшные, конечно, вынекающие с живи, на жизнь акуратно тут я не показывала родин востковых, ани волонтариусы, только целого хотела скучить на таких нормальсах, которые впадли в сидла этой великой истории и не с чем виноват. По-просто знали ли на орбите краю, который за цел прием соби какой-то шаленец с Роси. Можешь такое почвение, что еще одной важностью этого фильму может быть шанса, чтобы показать его всем тем, которые говорят, что уже не нужно так много сегастрировать в эту войну, а тем всем людям , которые в Польсце гласуют такое hasло «то не есть наша война» и которые хотели бы себя привычать, а не дай может еще вертик до давнего порядка света, или релации с Росей, с Росей, я думаю, что этот фильм показывает, о чем мы говорим, то значит, там дошло и дошло до беседельных мордов на невинных людях. Вижу, что меня najbardziej заскоклило по premierу этого фильма? Реакции людей, не знаю, что это тролли, что эти люди действительно так думают, но появилось много запрещающих в Буче комментариев под моими постами о том фильме, что я была в шоку. Запрещающих, что в гуле дошло. Они uważали, что Буча есть сфингована через Украинцев по то, чтобы осуществить какой-то propagandный эффект, чтобы сшоковать opiniю publicзную на świecie и вымусить на ней помощь воистовую, humanитарную и так далее. Была в шоку, потому что так чарно-белого прикладу и так эвидентного в этой войне это не было. Мили доводы в части циау. Мамы огромную документацию фотографичную, фильмовую, релаке людей. И кто-с еще встание вонтпить в то, что произошло? Не миси в голове. Того подъезжаю, что это более какие-то русские тролли чем люди. Того не мы. Была комфортная была бы, если бы оказалось, что это тролли. что-то что-то может быть может люди так думают. Это очень смутно и стрелля. Если не это тролли, то не не , что-то они могут подъезжать. Агнешка Рządло, дзенникарка Newsweekа, которая говорила о своем фильме, который dotык tragedии в Буче. Тен фильм до объезжения на странах Newsweekа. Захэцам до того, чтобы этот фильм обејрить. Дякую Państку, что были с нами. Вонедрано и Вонедрано Вим. Анну Швертнер, до свидания jutро. Дякую за запросение.